добрый день итак тема моего сообщения финансовое бремя современной фармакотерапии онкологии если пути уменьшения затрат вопрос который сразу оговорюсь конечно нет однозначного ответа и собственно понятно что на него мы не найдем ответ никогда по той простой причине что обсуждая работу системы здравоохранения мы понимаем что с одной стороны наши с вами задача это максимальные усилия по увеличению продолжительности жизни населения по уменьшению заболеваемости уменьшению смертности увеличению качества жизни с другой стороны мы с вами понимаем что бюджет системы здравоохранения конечно ограничен работаем в рамках определенного лимита финансирования и как найти разумный подход как найти сбалансированный подход к решению вопроса выбора наиболее активных наиболее эффективных безопасных технологий для повышения для достижения тех целей которые я уже обозначил с другой стороны при этом остаться в рамках ограниченного финансирования системы здравоохранения конечно задача для очень очень имеющие очень сложное решение и зачастую наверное просто решение это достичь невозможно тем не менее необходимо отметить что последние годы очень много делается для увеличения возможности системы здравоохранения прежде всего конечно это происходит в рамках тех амбициозных задач которые определены указом президента 2018 года все с вами прекрасно знаем что упомянутым мной документом определены чрезвычайно важные цели которые необходимо достигнуть 2024 году но в частности увеличение продолжительности жизни ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет и для того чтобы достичь обозначенных показателей разработано очень много шагов создан целый алгоритм определенная стратегия достижения этих целей показателей и в том числе разработан национальный проект здравоохранения который собственно и призван помочь в достижении этих целей и цель этого национального проекта улучшение жизни россиян уменьшение заболеваемости уменьшение смертности прежде всего конечно когда мы говорим национальный проект здравоохранения мы понимаем с вами что основные усилия сейчас сосредоточены в области решения задач в отношении сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности и онкологической заболеваемости и смертности восемь под программ в рамках национального проекта здравоохранения из них две как раз посвящены вот этим вот разделом заболеваемости и собственно основные усилия в области сердечно-сосудистой заболеваемости онкологической заболеваемости и смертности сосредоточены нельзя потому не зря потому что решение первую очередь задач в этих областях позволит нам как раз снизить и общую смертность населения трудоспособного возраста и достичь тех самых целевых показателей ожидаемой продолжительности жизни которые определены указом президента отношением заболеваемости от онкологии от от новообразования в том числе от злокачественных 2024 году поставленным чрезвычайно почему использую еще раз этот термин амбициозная задача необходимо снизить заболеваемость до 185 случаев на 100 тысяч населения и чем много чего предпринимается в настоящее время для того чтобы этой цели достичь но прежде всего в рамках национального проекта здравоохранения я уже говорил об этом разработан федеральный проект борьба с онкологическими заболеваниями финансирование этого федерального проекта таково что позволит решить очень многие и технологические применить новые технологические решения и изменить отношение к подготовке кадров и так далее так далее до самой затрата емкий федеральный проект на его финансирование в течение шести лет будет потрачен порядка одного триллиона рублей что будет сделано в рамках этого федерального проекта борьба с онкологическими заболеваниями но задачи грандиозные почти 500 центров амбулаторной онкологической помощи почти 160 медицинских организаций которые в настоящее время оказывают эту помощь будут переоснащены будут вновь созданы 18 референс центров которые будут использовать самые современные методы диагностики опухолевых процессов чем много будет внимание уделено и федеральным медицинским организациям которые оказывают помощь больным онкологического профиля таким образом чрезвычайно большое внимание в рамках национального проекта здравоохранения деляется системе онкологической помощи где место новых лекарственных препаратов решение этих амбициозных задач которые определены и национальным проектом и федеральным проектом здраво борьба с онкологическими заболеваниями конечно чрезвычайно важная инновации в фармакологии в клинической фармакологии позволяют последнее время значимо изменять и качество жизни и продолжительной жизни ну вот такая интересная работа была опубликована относительно недавно было показано что за последние годы в увеличение продолжительности жизни человечества инновационные лекарственные препараты несли очень немало порядка 40 процентов всего периода увеличения жизни за последние годы как я уже упоминал связано как раз применением новых современных лекарственных препаратов ну и конечно если мы говорим об онкологии нельзя не вспомнить про иммуно онкологические препараты это то что вообще перевернуло в последние годы наше представление о лечении целого ряда нозологий о прогнозе пациентов с целым рядом онкологических заболеваний которые еще несколько лет назад считались некурабельными и очень быстро прогрессирующими конечно ему на онкология в последние годы это то что получила особое развитие очень много последние годы уделяется вниманием изучение новых молекул области ему на в классе ему на онкологических препаратов иммунотерапии но уже те возможности которые мы сегодня имеем конечно позволяют нам пересмотреть наши взгляды в отношении ведения пациентов с онкологическими заболеваниями безусловно иммунотерапии иммуно онкологические препараты это то что в последнее позволяет нам надеяться в том числе и на достижение тех целей которые определены нормативными документами помянуты мною раньше но коллеги все инновационные препараты это конечно очень большие финансовые затраты и ну и это очевидно потому что те глубокие научные исследования которые были проведены при их создании для их вывода на рынок они требовали очень больших финансовых затрат со стороны фармацевтических компаний все это не могло не сказаться на тех ценовых характеристик которых благ которыми обладают новые лекарственные препараты цена стоимость онкологических препаратов год от года увеличивается увеличивается буквально в геометрической прогрессии и необходимо понимать а всегда ли та стоимость которую за которую которую мы платим за инновации позволяет нам достигать тех целей которые мы ставим вот собственно тот вопрос ответив на которое мы поймем можем ли мы уменьшить время затрат если у нас возможности для такого уменьшения ну и собственно ответить на эти вопросы как мне кажется помогает позволяет проведение клиника экономического исследования очевидно что это та технология которая добавляет нам пониманием свойств лекарственного препарата но на сегодняшний день и в общем грустно об этом говорить клиника экономические исследования востребовано в основном на этапе отбора препаратов различного рода ограничительные перечни или используются для неких маркетинговых целей с моей же точки зрения уверен что эту точку зрения поддерживает большинство специалистов области фармакоэкономики клиника экономические исследования должны актуализироваться постоянно потому что появление каждого нового лекарственного препарата приводит к пересмотру наших взглядов в отношении уже использующихся препаратов и их место в современном здравоохранении и об эффективности затрат на их использование ну вот в качестве примера в подтверждение того тезиса который я озвучил моно онкологические препараты безусловно в свое время перевернули наши возможности в лечении метастатической меланомы и мы поняли что современные моно онкологические препараты антипедиван позволяют нам и достигать потрясающих результатов области годичной выживаемости и повышают пятилетнюю выживаемость и соответственно их появление позволило нам заключить что они имеют преимущество не только с клинической точки зрения но и за счет своих совершенно замечательных свойств за счет своего действия на прогрессию опухоли на продолжительной жизни на качество жизни они имеют преимущество и перед той терапии которая существовала до их появления и считалась наиболее современной и более востребованной и так пембролизумаб свое время показал например преимущество перед ингибитором бирав и собственно это преимущество было неоспоримо применение этого препарата позволяло с такой же эффективностью или даже с большей эффективностью пролечить значимо увеличенное количество пациентов и при этом позволяло как мы с вами понимаем экономить бюджет здравоохранения проанализировав это мы пришли к выводу что безусловно пембролизумаб имеет свои права на существование в российском здравоохранении и с точки зрения затрат российской системы является затратно эффективным но время не стоит на месте мы продвигаемся дальше и появились исследования в области использования моно-онкологических препаратов лечения мелкоклеточного рака легкого и понятно стремление к изучению свойств иммуно-онкологических препаратов в этой области потому что рак легкого это та нозология которая ну на сегодняшний день во-первых очень часто встречается и находится в структуре летальности на первом месте среди онкологических заболеваний половина пациента вы видите погибает еще не первого года и средняя продолжительность жизни составляет порядка 8 месяцев при проведении современной химиотерапии поэтому конечно применение моно-онкологических препаратов чекпоинт ингибиторов привело и в курации этой нозологии к изменению наших представлений о ее течении достигли значительного увеличения продолжительности жизни при использовании ингибиторов иммунных точек контрольных точек но что нам дает использование этих препаратов с точки зрения затратной эффективности и насколько применение одного препарата более оправданно по отношению к применению другого вот те вопросы на которые конечно необходимо отвечать и собственно клинико-экономические исследования в этой области проводились и но вот одно из таких свое время исследования проведенных показала что препарат пембролизумапа в комбинации с токсанами имеет некоторые преимущества по отношению к другому чекпоинт ингибитору неволумапу и его использование позволяет более оптимально расходу бюджет системы здравоохранения и позволяет уменьшать затраты на один год сохраненной жизни продвинулись мы в понимании эффективности использования моно-онкологических препаратов это нам позволяет конечно накопленный опыт мы используем его для проведения систематических обзоров мета-анализов вот один из подобных мета-анализов я хотелось бы вам представить результаты его позволили прийти к выводу что с точки зрения клинической эффективности иммуно-онкологические препараты в сегодняшнем понимании во всяком случае они примерно одинаковы при использовании их в лечении немелкоклеточного рака лёгкого и соответственно понимание факта их примерно сопоставимой эффективности позволяет нам переосмыслить свои взгляды на экономическую эффективность использования их в российской системе здравоохранения тем более что в нашем арсенале появляются новые молекулы я имею ввиду прежде всего конечно молекулы отеза лизумаба который появился чуть позже чем пембролизумаб и ниволумаб и соответственно требует специальной оценки его места и эффективный затрат связано с его применением вот подобное исследование было нами проведено оно было относительно недавно опубликовано мы проанализировали и эффективность использования антипидель препаратов в отношении общей выживаемости выживаемости без прогрессии пришли к выводу коллеги что на сегодняшнем этапе использование отеза лизумаба при сопоставимости эффективности сравнивать технологии с точки зрения затратности значительно более привлекательно при тех ценовых характеристиках которыми обладает этот препарат потому что и в отношении пембролизумаба и в отношении ниволумаба использование отеза лизумаба позволяет значительно сэкономить финансовые ресурсы российского здравоохранения и конечно в конечном итоге это приведет к тому что использование отеза лизумаба вместо пембролизумаба и ниволумаба позволит нам уменьшить затраты на иммуно-онкологическую терапию уменьшить достаточно серьезно почти на 20 процентов что в конечном итоге конечно позволит нам увеличить охват современной фармакотерапии и вновь возвращаясь к тому с чего начал позволит достичь тех целей которые определены и указом президента и национальным проектом здравоохранения и так уменьшение затрат с моей точки зрения все таки возможно но это уменьшение затрат безусловно возможно только в том случае если мы будем постоянно актуализировать свои знания вместе каждого из препаратов на том или ином этапе развития системы здравоохранения только такая актуализация знаний позволит вам в конечном итоге использовать наиболее затратные эффективные лекарственные технологии что в конечном итоге конечно приведет и к более эффективной работе системы здравоохранения в российской федерации коллеги я благодарен за ваше внимание